Ребята, всем привет! Как вы знаете, уже очень скоро в игру нам добавят новый 14-й Royal Pass. Ну, если быть точнее, это будет 14 июля. И в этом видосе я подготовил для вас детальный разбор всех наград этого Royal Pass. И даже больше, ребятки, вы увидите, как эти награды будут выглядеть в игре. То есть вы увидите геймплей с этими наградами. Плюс к этому еще вы увидите другие костюмы, которые нас ожидают в 14 сезоне. То есть информации очень много, поэтому обязательно смотрите до конца. Но для начала хотел бы поблагодарить канал Приянг 1798 и Мэтт Томитца за предоставленную информацию. Ссылка на ребят есть в описании. И перед тем, как вы увидите, как будут выглядеть все награды 14-го сезона в самой игре, хотел сказать вам одну новость, которую, возможно, к сожалению, многим не понравится. Но, ребятки, все-таки костюм, который мы с вами видели и так долго хотели, чтобы он был за сотый уровень на выбор, к сожалению, будет такой же улучшаемый, как и костюм в нынешнем сезоне. И его можно будет приобрести за РП очки. Ну а прямо сейчас вы увидите прямо фрагмент из самого Royal Pass, который нас ожидает уже 14-го числа. Ну а теперь давайте перейдем к обзору всех наград 14-го Royal Pass. И первое, что мы с вами рассмотрим, ребят, это, конечно же, костюм за сотый уровень. Мы его с вами раньше видели, но, как ни крути, нас ожидает вот такой вот головной убор, вот такая маска. И самое главное, ребятки, сам костюм, который выглядит прям очень круто. По сравнению с нынешним Royal Pass, согласитесь, это в разы лучше. Да, окей, расцветка снова же не та, да, но, во-первых, есть анимация, очень большое различие между нынешним костюмом, как ни крути, да. Но, во-вторых, выглядит он, ну, все равно, намного лучше, согласитесь, ребят. Даже без этой маски головного убора костюм выглядит очень круто. И, само собой, можно будет в нем погонять даже, почему нет, с тыквой на голове. Окей. Но, как вы знаете, у нас в Royal Pass не только один костюм. У нас будет еще, конечно же, еще один костюм. Этот костюм, ребятки, возможно, будет в Royal Pass, как третий костюм. Или, возможно, будет в RP-кейсах, которые я вам далее покажу. Но, все-таки, я склоняюсь, что он должен быть третьим костюмом. Потому что, допустим, в прошлом сезоне у нас был Rock'n'Roll, если вы помните, да, был костюм. И в его тематику у нас был и шлем, и там, в принципе, самолет, да, парашют. Ну, не, самолет нет, но парашют и так далее. Та же самая здесь история. То есть здесь у нас будет вот такой вот крутой костюмчик. Почему он крутой? Ну, потому что плач, во-первых, ребят, как ни крути. И выглядит он намного лучше, чем рейнджеры, которые у нас сейчас, да. И я все-таки надеюсь, очень сильно надеюсь, что он будет именно в платном Роял Пассе, а не в RP-кейсах. Но, все-таки, если он будет в платном Роял Пассе, это будет просто что-то с чем-то. Это будет, ну, идеально. Согласитесь, три годных костюма. За сотый уровень этот костюм. Ну, и, конечно же, этот костюмчик, ребятки, который можно будет улучшить, к сожалению, да. Очень многие надеялись, что он будет таким неулучшаемым. Но, все-таки, вот этот костюм, я так понимаю, мы его сможем приобрести с вами за те же самые RP-очки, да. Как это у нас сейчас с белым костюмом, да, который у меня есть, благодаря подписчику. И здесь, ну, согласитесь, разница просто очень большая. Во-первых, здесь плащ, во-вторых, он с анимацией. Если он будет стоить тех же самых денег, то это будет очень даже круто. Конечно же, это у нас будет костюм за 70-й уровень, я так предполагаю, да, и на тот костюм, который можно будет улучшить. И за первый уровень вы увидите немножко дальше, ребятки, как он будет выглядеть. Но, в принципе, разница небольшая, просто не будет вот этих погонов, да, по бокам. И кепка будет не золотистая, а черная. А, в принципе, костюм, ну, более-менее похожий. Да и как в нынешнем Райл Пассе, согласитесь. Но даже за 70-й уровень, я думаю, стоит своих денег, ребятки. И 600 ЮЦ-шек, и вы получите весь костюм. Вот он, кстати, первый уровень, как будет. То есть, это все-таки еще второй уровень. Но сейчас дальше вы увидите и первый уровень, как он будет выглядеть. Не знаю, напишите в комментариях свое мнение. Я, в принципе, если честно, очень доволен. Нынешний Райл Пасс обещает быть намного лучше, чем наш нынешний, да, с Пауэр Рейнджерами. Даже тот же самый скинчик на дачу, он просто неимоверный. Сейчас вы его дальше увидите, ребят. В общем, это то, что связано с костюмами. То есть, сотый уровень. Это у нас, конечно же, костюм, как я уже говорил, за 70-й получается, да. И дальше вы увидите костюмчик, который будет у нас именно такого же рода, но уже будет в самом начале. То есть, мы его получим с вами за первый уровень. Ну, а теперь предлагаю заценить скинчики 14-го Райл Пасса. И первое, что мы с вами, ребятки, увидим, это, конечно же, скинчик на М-ку. Выглядит скин очень даже неплохо. Это все-таки 416-я, как ни крути, да. Но, к сожалению, вот сам цвет очень сильно напоминает ту самую 416-ю, которая у нас была ранее, тоже в Райл Пассе. Вот такой вот крутой скинчик у нас ожидает именно на дробовик, ребятки. Выглядит он очень-очень даже круто. Мне очень понравился он. Тематика такая фараонов, да. И плюс к этому, вот так будет у нас выглядеть сама сковородочка за 14-й уровень. И снова же тематика, если честно, напоминает тематику фараонов. Я не знаю, с чем это связано, но вы сами видите именно по факту, да. Плюс к этому, насчет М-очки. Пока что нет новостей, ребят. Будет ли она с эффектом или нет. Потому что после трейлера у меня появился вопрос, а потом еще и у многих я видел именно тоже этот вопрос появился. Будет ли все-таки эффект во время выстрела, да. Именно, то есть, когда вы будете стрелять, там будет какой-то эффект или нет. Если вдруг вы не в курсе, о чем идет речь, пересмотрите видос, где мы с вами делали разбор трейлера, да. И там, в принципе, все заметно и понятно, почему у меня появился такой вопрос. Теперь, конечно же, нас в 14-м Ройал Пассе ожидает скин на гранату, ребятки. Который будет выглядеть вот таким вот образом. Хорошо, что хоть не дымовая граната. Но, в принципе, она очень сильно похожа на скинчик, который у меня уже есть из другого Ройал Пасса, где тоже был скин на гранату. Скин на парашют. Ребят, скин на парашют выглядит очень круто. Мне он очень сильно понравился. Как никогда зашел. Скинчик на дачу. И, кстати, здесь все-таки у меня есть подозрения. Не знаю точно, или будет дача в РП, или будет все-таки УАЗ в РП. Здесь, как мы посмотрим с вами, когда уже появится сама линейка. Но скинчик, согласитесь, выглядит очень круто. Мне он очень сильно зашел. Если он будет в РП именно платной линейке, будет прям очень супер. Скинчик на рюкзачок, который я вам уже показывал, ребятки. Согласитесь, выглядит, ну, я уже сказал, да, выглядит он достаточно годно. Несмотря на то, что, ну, лучше в разы, чем в предыдущие разы. И несмотря на то, что он не ассоциируется с тематикой, да. Но выглядит очень даже годно. Скинчик на шлем. Ну, на третьем уровне он выглядит годно. Вот вы видите, да. Но, в принципе, пойдет, пойдет. Скинчик на самолет из 14-го Ройал Пасса. Возможно, на 100% этот будет. Тоже, в принципе, вы видите ассоциации на красного цвета с теми самыми скинами, которые мы видели до сих пор. Ну и, в принципе, брелок. Куда без него. Вы сами понимаете, что у нас должен быть брелочек, да. Как всегда, разрабы без этого никак не могут. Вот это какая-то традиция, которую они никак не могут отступить от нее. Ну, а теперь, ребятки, давайте перейдем к эмоциям 14-го сезона. Первая эмоция, это, конечно же, эмоция из платного Ройал Пасса. Если честно, эмоция годная. Годная. Да, окей, танцы, но в этом и смысл. Да, как ни крути. И, если честно, мне она очень-очень даже зашла, ребятки. Напишите в комментах, как вам. Вот такая еще эмоция. Тоже, в принципе, простенькая. Но, с другой стороны, для бесплатного Ройал Пасса это слишком хорошо. Вы знаете, какие у нас эмоции в бесплатном Ройал Пассе. Еще нас ожидает еще вот такая вот эмоция. В принципе, простенькая эмоция. Возможно, она будет в бесплатном Ройал Пассе. Ну, потому что достаточно простая. Но это не точно, потому что значка, видите, нету здесь. Предпоследняя эмоция, которая выглядит именно вот таким вот образом. Ну, и, если честно, ребятки, насчет этой эмоции тоже подозрение, будет ли она в РП или нет. Но вот последняя эмоция. Почему-то мне кажется, что вот такая вот эмоция тоже, в принципе, достаточно годная. Что вы понимали, ребят, это эмоции, которые были на бета-тесте. Я их показывал, кто смотрел мои видосы с обзорами. Знают, я их показывал, но они не были загружены, да. А сейчас, после обновы, их туда загрузили. Ну, еще будет вот такая вот эмоция. Но здесь снова же я предполагаю, что это просто эмоции из самого сезона, да. С РП здесь никакой связи, к сожалению, нету. Больше именно все-таки я ставлю ставки именно на предыдущую, что будет бесплатным. Она и должна быть в бесплатном Ройал Пассе. Ну, согласитесь, очень-очень похоже на эмоции из бесплатного РП. Ну, и теперь мы можем с вами еще заценить дополнительно, конечно же, костюм, который мы с вами сможем получить за донат в игру. То есть, если вы задонатите в игру, тогда вы получите вот этот вот костюмчик и вот этот вот головной убор. В принципе, такое себе, если быть честным, ребятки, такое себе. Костюм нормальный. Костюм выглядит более-менее круто. Даже, очень даже неплохо он выглядит. А вот головной убор, ну, не знаю. Кто бы хотел себе такого ежика. Ну, и плюс к этому, конечно же, можно будет приобрести потом себе скинчик на миник, да, со скидкой, как это у нас всегда происходит, если вы задонатили в игру для того, чтобы приобрести РП. Ну, и, конечно же, у нас будут РП ящики. И вот здесь у меня сомнения, потому что здесь я вижу скин на дачу, да. Поэтому я думаю, что, возможно, скин на УАЗ будет все-таки в самой линейке, а здесь будет именно скин на дачу. Но это не стопроцентная информация, вы сами понимаете, ребятки. То есть, скинчик 100% будет, и он связан с Ройл Пассом. А вот где именно, здесь уже нужно будет уточнять. В основном, сейчас, у нас все говорят, что этот скинчик на дачу и будет именно в платном РП. И я очень сильно надеюсь, потому что, повторюсь, мне он очень сильно зашел. Но, возможно, это будет УАЗ. В принципе, и УАЗ тоже выглядит очень годно. Да, конечно, когда я делал обзор, помните, я говорил, что возвращаются у нас награды из пятого сезона, да, с драконом. Если не ошибаюсь, пятый сезон вроде бы, да. Ну и, в принципе, те, кто не успел добрать в тот момент эти скинчики, сможет сейчас себе выбить их из вот этих РП кейсов. В принципе, еще будет и вот такой вот РП кейс, где тоже будут у нас награды именно доступны. Вот тот самый УАЗ, который мы видели в трейлере. Почему нет? Если у кого-то будет желание, сможет себе выбить вот этот скинчик из РП ящиков. Именно РП ящиков, ребятки. Но, не забываем, ребятки, что 14 сезон у нас будет достаточно длинным. Поэтому давайте рассмотрим, какие еще нас скины ожидают в игре. Во-первых, это скины транспорта. Первое вы видели, это был скинчик на мотоцикл. Это будет коллаборация с Ямаха, если я не ошибаюсь, да. Вот такой вот еще скинчик на мотоцикл. Тоже в этой коллаборации, ребятки, у нас будет. Вот он, тот самый скинчик, который вы видели в самом начале. Да и, в принципе, я трейлер показывал в Инстаграме. Если вы подписаны, вы должны быть в курсе, да. То есть нас ожидают вот такие вот крутые скинчики именно из коллаборации. Не знаю, как можно будет их получить, но я предполагаю, из кейсов. Вот такой вот скинчик на дачу, ребятки. Как он вам? Зацените. И снова же, сразу же предупреждаю, ребятки. В следующем сезоне нас ожидают очень много скинов, связанные именно с Египтом и с фараонами. А вот этот вот скинчик на автобус меня, если честно, напрягает. Потому что он и вот этот скинчик на мотоцикл, они очень похожи на скины из Роял Пасса. Возможно, это будет в РП кейсе. Ну а теперь давайте рассмотрим с вами ранговые награды, которые нас ожидают в 14 сезоне. Конечно же, это парашют Аса. Мы с вами его видели. Я его ранее вам показывал, но в самой игре вы, само собой, его не видели, да. Теперь вы видите головной убор. Если честно, очень даже такое себе, ребятки. Ну и костюм, в принципе, более-менее пойдет, да. Но если с головным убором, это какая-то платва, если честно. Это лично мое мнение, не знаю, ребят, напишите вот в комментариях, как вам награда за 14 сезон, то есть именно ранговая награда. Хорошо, хоть скинчик на М24 выглядит очень даже неплохо, но жаль, что это снова же скинчик на М24. Но вот этот серебристый цвет, если честно, мне он зашел. То есть из всех наград это парашют и М24. Ну и, конечно же, в следующем сезоне нас ожидают очень много скинов на оружие. Первый скинчик вы видели только что на Бизон. Скинчик на Сайгу, ребятки. Снова же египетская тема, да, скинчик на мини, который вы видели уже, как он будет выглядеть в самой игре. Вот такой вот очень крутой скин на Скорельку, если честно, мне он очень понравился. И дальше вы увидите сеты, с чем он будет вместе в кейсе. Скин на Дробаш, вы его уже видели. Вот такой вот скинчик на Дробаш. Тоже, в принципе, очень даже годный. Вот такой вот скинчик. Не знаю, снова же я буду повторяться, да, ребят, тематика фараонов. И тематика фараонов на этой ВСС-ке тоже будет у нас. Поэтому то, что я говорил ранее, то, что предполагается, да, что в премиум кейсе у нас будет тематика фараонов. Как вы понимаете, это очень даже подтверждается, ребят, потому что, ну, очень много скинов именно на эту тему. Не зря они подготовили для нас режим, да, с летающими пирамидами и с фараонами. Вот этот вот, кстати, калаш очень крутой. Но, ребят, он, если честно, напомнил скинчик на самолет, который мы видели в начале видоса. Поэтому не знаю, как это будет ассоциативно, да, но и вот этот скинчик на Коряк тоже очень крутой. Вот такой вот скин на Берил. Он, кстати, будет улучшаемый, как вы видите, ребятки. То есть нас ожидает новый кейсик улучшаемый, как, допустим, тот кейс, который сегодня добавили в игру. Я имею в виду с Бизоном, да. Скинчик на бурстовую М-ку и снова уже у нас здесь даже какой-то зодиак, да. И вот такой вот крутой, просто очень дикий скин на 416-ю. Вы видели, как он выглядит. Он очень мощный. Если честно, я бы не отказался, если именно такой скинчик нам добавили в РП. Ну, потому что цвет совсем другой, да, но и вы видели фактура. Скины на сковородке. Конечно же, их тоже будет очень много. Кстати, здесь именно скин в честь какого-то турнира, ребятки. Про Лиг. Будут еще вот такие вот скинчики. Снова же тематика фараонов. Какая-то коллаборация, возможно. Опять тематика фараонов. И наш скинчик из РП, вы видите, да. Вот этот вот скинчик слева снова же похожий на самолет и на скин на коллаж. Да. То есть, возможно, это будет в одном кейсе. Снова же тематика рок-н-ролла. Здравствуйте. 13-й Роял Пасс. Ну, а дальше, ребятки, мы с вами рассмотрим быстренько костюмы, которые нас ожидают в 14-м сезоне. Их тоже будет очень-очень много. Везде у нас будет тематика, во-первых, Древнего Египта. Во-вторых, ребятки, конечно же, нас будут ожидать очень много женских костюмов. Ну, как всегда. Думаю, для вас это не сюрприз, да. Будут даже вот такие вот костюмчики. Куала, кстати, я показывал постер, ребятки. Кто смотрел видос, поймет, о чем я говорю. Костюмчики из следующего Роял Пасса, который сказал, что мне очень, в принципе, даже зашел, да. Вот такие вот костюмчики. В принципе, костюмы на этот раз не настолько экстраваганты, как это было ранее. Ну, хотя есть вот такой вот костюм, есть вот такой костюм Леопарда. Но, как говорится, да, на вкус и цвет, ребятки, разрабы подготовили ассортимент скинов от А до Я. То есть, каждому что-то именно, в общем-то, должно понравиться. Тематика фараонов будет очень много у нас костюмов, ребят. И все они будут разные, даже женские костюмы. Будет у нас вот такая вот банана. Можно передать привет Фортнайту, да. Платье, в принципе, в общем, костюмов очень-очень много. Если вам что-то понравилось, ребятки, просто поставьте на паузу. Посмотрите более детально, чтобы не растягивать видос, потому что он и так длинный получился. Кстати, вот костюм медведя еще один у нас будет. Ну, а сейчас мы с вами давайте после этого разберем рюкзаки, которые нас ожидают. Потому что их тоже будет очень много, ребятки. Будет тематика Древнего Египта, не буду повторяться. Но, но, ребят, есть определенные экземпляры, как вот этот, к примеру, да, который непонятно, где он будет, вот этот пингвинчик у нас доступен. Вот такой вот будет у нас рюкзачок от Сглаза, чтобы вас не убил, кемпер какой-то, да. Но в конце, ребятки, вы увидите самый мимимишный рюкзак. И, кстати, вот этот вот рюкзак мне очень понравился. То, что разные цвета, видите, на каждом уровне, да. То есть у нас получается проработать каждый уровень отдельно. Тематика курочки, почему нет. И вот этот вот рюкзак, ребят, очень крутой. Именно как для рюкзака он выглядит очень круто. Если был бы костюм такого типа, ну такое, да. А вот рюкзак мне, если честно, очень понравился. Такой токсичный, прикольный. Интересно, в каком он кейсе будет. Возможно, в кейсе, где будет скинчик на коряк, который я вам показывал ранее. Вот такой вот еще рюкзачок. Рюкзак из нашего Ройал Пасса. Ну и, в принципе, барабанная дробь, ребятки. Самый мимимишный рюкзачок. Ну как мимимишный, потому что здесь котики, да. Котики и котята. Само собой, нас ожидают еще в следующем сезоне очень много скинов на шлема. Здесь снова же, ребят, я не буду какой-то шлем в отдельности комментировать. Но обращу вам внимание на тот же самый скинчик на шлем. Кстати, вот этот шлем похож на скин из Ройал Пасса, согласитесь. На вот этот вот шлем хотел вам обратить внимание, ребята. Это именно снова же шлем, который будет вместе с тем рюкзаком, да, который мне зашел. А этот шлем будет именно с тем рюкзаком, который на каждом уровне по-разному выглядит. В принципе, здесь связь просматривается, да. Я думаю, любой из вас понимает, что нас ожидает. Ну и скинчик, конечно же, из 14-го Ройал Пасса. Что насчет парашютов, ребят. Их будет снова же большое количество. Снова же у нас будет Древний Египет. И вот этот вот парашютик, ребят, мне очень даже зашел. Выглядит прикольно, да. И вот снова же, пожалуйста, парашютик Мяу. Это будет, ну, невозможно, 100% с тем рюкзачком. Парашют за ранг Аса. Парашют за турнир. С курочкой, пожалуйста, если есть желание. И вот такая вот еще коллаборация. Ну а в конце предлагаю рассмотреть другие скинчики. Как, к примеру, вот скинчик на брелок, да, который нас ожидает в следующем Ройал Пассе. Скины на гранату, которых тоже будет достаточно много, ребятки. Также нас ожидают много очков, маски разные. Вот такая вот маска. Маска петуха, пожалуйста, если есть желание. Вот тот самый леопард. Вот его голова, да. Голова верблюда, ребятки. Вы сейчас увидите голову медведя. К тому костюме вот такой берет вместе с пингвинчиками, который мы видели с вами, рюкзачок, да. Много головных уборов. Вот голова медведя, кстати. Жаль, что их так много. Вот такая голова древнего Египта снова же, да, вы видите, тематика. Костюмчик курочки, который будет вместе с парашютиком и рюкзаком. Ну и, в принципе, еще вот такие вот отдельные костюмы. Ну а на этом видео заканчивается, ребят. Если оно вам понравилось, было полезным, обязательно влепите лайк к этому видосу. Если оно вам не понравилось, тогда ставьте дизлайк. Подписывайтесь, нажмите обязательно на колокольчик. Ну и не забудьте сделать репост данному видосу. С вами был Dream. Всем топ-1.